Здравствуйте друзья! В этом видео мы рассмотрим контроллер для отправки команд по инфракрасному каналу, эмулятору пультов дистанционного управления. В отличие от тех устройств, которые я уже тестировал, видео про них вы найдете у меня на канале, герой сегодняшнего обзора полностью беспроводный, так как имеет автономное питание от батареек, что стало возможным благодаря использованию Zigbee интерфейса. Кроме использования гаджета в штатной системе управления Tuya Smart, проверим совместимость с альтернативными интеграциями и разберемся как обучать и отправлять команды в Home Assistant. А перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей интересующихся темами новодома и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше. Тип устройства, контроллер для отправки ИК кодов, эмулятор пультов дистанционного управления. Модель УФОР-11. Интерфейс Zigbee. Частота ИК канала 38 кГц. Питание 2 батарейки 3А. Дальность прохождения сигнала до 8 метров. Размер 68 на 68 на 27 миллиметров. Диапазон рабочих температур от 0 до 50 градусов Цельсия. Относительная влажность не более 85 процентов. Поставляется устройство в стандартной для МОЭС фирменной коробке, такие нам уже встречались много раз раньше. Немного помялось при доставке, но не критично. На одной из боковых сторон перечислены параметры о которых я уже сказал. Обратите внимание на то, что у производителя есть много моделей Wi-Fi устройств такого класса. Но они, во-первых, не так легко интегрируются в Home Assistant, а во-вторых требуют внешнего питания. В коробке, кроме самого контроллера и пары наклеек двустороннего скотча для него, нашелся еще небольшой буклет с инструкцией на английском. Из полезного, в ней описан процесс перевода контроллера в режим сопряжения. Для этого нужно под крышкой батарейного отсека нажать и удерживать кнопку Reset около 5 секунд, после чего под верхней полупрозрачной крышкой будет виден мигающий светодиод, находящийся в одном из углов. Герой обзора имеет квадратную форму, длина стороны 68 мм и толщиной 27 мм. Верхняя глянцевая часть прозрачна для инфракрасного спектра и очень неплохо собирает пыль. Вот в сравнении с обычным спичечным коробком. Хотя я постоянно и протерял верхнюю часть, она практически моментально снова покрывалась пилинками. Задняя часть, тут находится батарейный отсек, который закрыт круглой крышкой. Чтобы ее снять или установить обратно, ее нужно, используя выемки на ней, повернуть вокруг своей оси. Комплектные наклейки должны крепиться именно к этой крышке, чтобы сам контроллер можно было без проблем снимать и устанавливать на место. Под крышкой место для двух батареек формата 3А и кнопка сброса, как переводить в режим сопряжения, я уже сказал чуть ранее. Если вместо батареек вы хотите использовать аккумуляторы, убедитесь, что они отдают 1.5 а не 1.2 вольта, например вот такие, литиевые с USB зарядкой. Все нужные ссылки вы найдете в описании под видео. Так как это ZigBee устройство, для подключения требуется шлюз. Сразу хочу уточнить, что я использую проводную версию, которая подключается по Ethernet кабелю. Переходим в его плагин, выбираем режим подключения и запускаем поиск. Я специально уточнил насчет проводного шлюза, так как по заявлению производителя поддерживается только такой. К сожалению беспроводного варианта шлюза для Tuya Smart у меня нет. В моем случае контроллер определился и подключился нормально. Запускается его плагин, в котором пока нет ни одного пульта. Перейдем к добавлению пультов. Сначала выбираем тип техники, а затем способ, быстрый подбор или обучение. Подбор, позволяет найти ваше устройство в базе данных, с уже готовым набором кодов. Свой телевизор Xiaomi 4 я без проблем тут нашел. Приложение предложило проверить реакцию на кнопку включения и сработал первый же вариант. В результате сюда добавляется полноценный пульт управления, ничем не уступающий функциональности штатному. И таких пультов можно добавить сколько угодно. Второй способ обучения с штатного пульта. Можно и просто обучить кнопка в кнопку, а можно отправив команды с трех кнопок, дать возможность системе подобрать подходящий вариант из базы. Так я и поступил для добавления кондиционера. Следуя подсказкам приложения, поочередно нажал на три кнопки штатного пульта, направленного на контроль и система подобрала мне из базы подходящий вариант, который к слову прекрасно заработал. Режимы работы, температура, скорость вращения вентилятора, все корректно. Вариант получения обратной связи от кондиционера при помощи датчика открытия. Установил я его еще год назад, в таком положении он показывает закрыто, то есть кондиционер выключен. Когда будет включен, состояние изменится на открыто. В меню общих настроек заявлена поддержка в Google Home и Amazon Alexa, можно проверить версию прошивки, из коробки была установлена актуальная, и предоставить общий доступ к устройству другим пользователям. В разделе триггеров и условия автоматизации появляется не только сам контроллер, но и все созданные пульты. Но у них всех только одна единственная опция, уровень заряда батарей. Естественно везде имеются ввиду батареи самого контроллера. В разделе действий контроллера нет, да и как бы сложно придумать как конкретно его можно тут использовать. Зато есть все созданные в его плагине пульты. В автоматизациях можно использовать нажатия на любые их клавиши. Причем можно использовать не просто отправку той или иной команды, а запускать целые последовательности. Естественно, что такие последовательности могут запускаться и с разных пультов, например, включаться телевизор и музыкальный центр и т.д. Проверим совместимость с Google Home. Для этого, напомню, нужно один раз через меню устройств совместимых с сервисами, добавить аккаунт Tuye Smart. После этого, все совместимые устройства будут появляться в списке. В данном случае, в качестве устройств выступают созданные пульты. Кроме простого управления через приложение, которое большого смысла не имеет, так как есть и в Tuye Smart. Интеграция с Google Home позволяет управлять устройствами при помощи голосового ассистента. Включать, выключать, устанавливать желаемую температуру и т.д. Теперь перейдем к Home Assistant и сначала рассмотрим штатную интеграцию Tuye, которая работает параллельно с приложением, но зависит от интернет и облака. Тут появился и сам контроллер и созданные пульты. Но к сожалению, никаких объектов внутри этих устройств не обнаружилось, управлять ничем нельзя. Поэтому переходим к альтернативным интеграциям. Начнем с штатной для Home Ассистент интеграции для работы ZigBee устройств ZHA ZigBee Home Automation. В качестве координатора используется стик Sonoff E на чипе EFR32MG21. Опросы подключения контроллер прошел корректно, даже видно что определились какие-то объекты управления. Но правда толку от этого немного. Тут появился переключатель, предполагаю что это режим обучения командам, но это не точно. Уровень заряда батареи кнопка идентификации, если на нее нажать, то на контроллере мигнет светодиод. На данный момент в ZHA использовать героя обзора нельзя. Проверим работу устройства с дополнением ZigBee 2MQTT, актуально на дату тестирования версии 1.31.2. Контроллер подключился и распознался корректно, внешние конвертеры не нужны, поддержка штатная из коробки. Как и большинство других устройств с автономным питанием, контроллер является конечным устройством, то есть не передает через себя данные от и к другим узлам сетей. Страница экспозиции выглядит так. Выключатель режима обучения, код который приходит при обучении, строка для отправки кода, уровень заряда батареек, напряжение в милливольтах и уровень качества сигнала. Обучение кодом с пульта очень простое, включаем переключатель, направляем пульт на контроллер и нажимаем нужную кнопку. В окне получаем код, который нужно скопировать и сохранить. Коды бывают разной длины, например для кондиционеров, в одной команде отправляются полностью все параметры работы, температура, режим скорость вентилятора, положение закрылок. Код виден и в топике устройства в Mosquito Broker, кстати пульт к нему нам понадобится для отправки команд. Я использую замечательную программу MQTT Explorer, ссылку вы найдете в описании. Это информация с страницы устройства на портале zigbee2mqtt, тут описано как отправлять команду с контроллера через его топик. С этим часто возникают проблемы, сужу по вопросам и комментариям, ссылку тоже оставлю в описании. Вот так можно провести тест через вкладку службы панели разработчика. Нам нужен сервис MQTT Publish, адрес топика устройства и в строку payload вставляем команду с портала, только одной строкой и подставляем свой код, все максимально просто. Вот так это выглядит в виде кода. Сервис отправляет в MQTT команду, которую затем контроллер шлет через ик канал нужному устройству. Аналогично в автоматизациях, возьмем в качестве триггера фиксированное время 9 утра. Что тут будет неважно, нажатие на кнопку датчик движения, ставим то что нам нужно. В действиях выбираем опцию вызвать службу. И ищем MQTT Publish, тут работает фильтр, так что можно просто начать вводить название сервиса. И дальше точно так же, указываем адрес топика устройства, его можно посмотреть и скопировать через MQTT Explorer и команду отправки с нужным кодом. Вот так автоматизация выглядит в коде, при необходимости запускаем этот сервис столько раз, сколько команд нам нужно отправить. И наконец проверим работу со CLS шлюзом, актуальна на дату обзора версия прошивки от 9 мая 2023 года. Контроллер подключился, правда при этом пришлось несколько раз по запросу шлюза нажимать на кнопку сопряжения. Поддержки на данный момент нет, как нет и аналогичных устройств, конвертер которых можно было бы попробовать. По информации от автора прошивки, такой контроллер у него уже есть, поддержка будет добавлена через какое-то время, нужно немного подождать. На мой взгляд вполне рабочий вариант контроллера для эмуляции пультов дистанционного управления. Однозначные плюсы это ZigBee интерфейс и питание от батареек, правда стоит еще выяснить на сколько их будет хватать. Также есть штатная поддержка в ZigBee to MQTT и соответственно в Home Assistant. К минусам можно отнести то, что работает контроллер по всей видимости не со всеми шлюзами, производитель заявляет только проводные. Я перевел героя обзора в свою основную рабочую ZigBee сеть, продолжу опыты с ним, если получится создать что-то интересное обязательно поделюсь с вами. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании я оставлю ссылки на магазине Moes, там же вы найдете и ссылки на обзоры упомянутые и соответствующие этой теме, мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok